Непринятый компактный пистолет-пулемет времен Великой Отечественной. В начале 1943 года советский конструктор Фома Иович Язиков решил воплотить в жизнь идею компактного пистолета-пулемета, которая пришла к нему после изучения отечественных и трофейных образцов. Последние, кстати, оказали влияние и на других отечественных конструкторов. Так, например, в проходившем в 1942 году конкурсе на новый ПП участвовали образцы, в некоторых из которых так или иначе был реализован опыт германских оружейников. Да и сам Язиков рассказывал позднее, что изучение МП-38 подвигло его к созданию легкого и компактного оружия собственной конструкции. С самого начала войны конструктор проходил службу на Балтике на технических должностях. Для Фомы Иовича это была уже не первая война. В 19 лет, в 1916 году, он был призван в царскую армию, где служил шофером. Затем была революция и гражданская война, где он принимал непосредственное участие и даже имел ранения. К моменту создания пистолета-пулемета в послужном списке конструктора уже имелся ряд изобретений. Правда, то был самокат, малолитражный автомобиль, а также устройство для мотоциклов, позволяющее преодолевать рыхлый путь. Опытный образец ПП был изготовлен в том же 1943-м на Ленинградском заводе, а затем представлен военным. Осенью на Щуровском полигоне прошли испытания. Пистолет-пулемет, как его обозначил автор, получил автоматику, основанную на свободном затворе. Испытания показали высокий темп стрельбы до 1300 выстрелов в минуту. Несмотря на то, что автор предусмотрел пневматический замедлитель, который располагался в задней части округлой ствольной коробки. Подобное имелось, например, у японских Намбу тип 1 и 2. Однако, в отличие от них в ПП Языкова, действие замедлителя имело скорее обратный эффект. Его конструкция с алюминиевыми и резиновыми прокладками, частью затвора, выполняющей функцию поршня и камеры с прорезями, не позволяла воздуху выйти наружу при движении затвора назад, а наоборот толкала затвор вперед. Тем самым ускоряя темп стрельбы. ПП получил вентилируемый кожух ствола, в нижней части которого имелся паз для рукояти взведения. При стрельбе она оставалась неподвижной. Внешне ПП выглядит довольно грубым и даже несколько примитивным, хотя качество изготовления отмечается как неплохое. У него простая рукоять управления, в нижней части которой имеется крепление для приклада кобуры. Спусковая скоба отсутствует, в удлиненный приемник вставляются магазины емкостью всего 15 патронов 7,62х25 мм, что при указанном темпе стрельбы, конечно, очень мало. К тому же не приходилось говорить о точности, тем более при стрельбе без приклада, поскольку ствол оружия уводило в сторону. Итогом испытаний оружия принимавшей комиссии было вынесено решение об отказе в принятии его на вооружение и прекращении дальнейших работ по нему на тот момент. Однако вместе с тем отмечалось, что образец имеет явные преимущества над имевшимися ППШ и ППС по размерам, массе 2,4 кг с полным магазином и удобству переноски и в будущем он мог бы рассматриваться как оружие офицерского состава. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.